Общественное объединение «Надежда плюс КСТ» работает в нашем городе не первый год. Но раньше их деятельность была возможна благодаря помощи неравнодушных кустанайцев и собственным средствам активистов. Теперь у них появилась финансовая поддержка государства в связи с вступившим в силу новом законе о защите животных и запрете отстрела. Зооволонтеры выиграли тендер на вакцинацию и чипирование еще в ноябре. Однако работать начали только в конце декабря, так как конкурс на отлов и стерилизацию проводился неоднократно. И выиграл его алматинский подрядчик лишь в декабре. В городе мы выиграли именно изолятор, то есть содержание животных, чипирование, вакцинацию и 14-дневное содержание после операции. Алматинский подрядчик выиграл непосредственно стерилизацию, но мы, так как они из Алматы, а мы находимся здесь, в городе, то есть сам процесс мы контролируем здесь, в клинике, непосредственно сотрудничаем и взаимодействуем с клиникой мы. А сейчас у нас Латансаринский и Тарановский район, в том числе это наши официально выигранные гранты. Не гранты, вернее, даже тендеры. Зооволонтеры получают заявки от Айкомека, а также самостоятельно выезжают в места обитания и скопления собак, к примеру, на территории складской или производственных баз. Собаку излавливаем мы любым нетравмирующим способом, то есть мы применяем пневно-ружье, которое стреляет с дротиками неоделином, как это делала наша ветстанция, которая умерщвляла животное на месте. Мы стреляем снотворным, которое временно обездвиживает животное, что позволяет нам его погрузить в машину, транспортировать и привезти в клинику. В клинике после осмотра животного врачи разрабатывают дальнейшую тактику действий. При необходимости проводят УЗИ-диагностику и стерилизацию. Послеоперационный период протекает в зависимости от пола животного по-разному. В плане реабилитации после стерилизации по белой линии там, конечно, чуть дольше это все проходит. После бокового прокола, как правило, первые сутки собака может чувствовать вялость, слабость. Как правило, со вторых суток уже достаточно хорошее у них самочувствие, поэтому мы, собственно, их отпускаем на территорию, где они дальше передерживаются. И потом, то есть спустя буквально неделю можно будет собачку выпускать. У кобелей там все достаточно быстрее происходит. По сути, эта операция не полостная. После стерилизации животное забирают на территорию приюта в теплое помещение. Там спустя несколько дней после операции вакцинируют и чипируют. В общей сложности собака проведет в приюте 14 дней, после чего ее выпустят в прежнюю среду обитания. По плану, до конца 2022 года, а тендер выигран лишь на этот срок, вакцинацию, чипирование и стерилизацию должны пройти 50 городских животных и 9 сельских. Таков размер госзаказа, полученного Надеждой и алматинским подрядчиком. К слову, 40 животных уже прооперировано. В срок уложатся. А вот кто выиграет тендер на следующий год, пока неизвестно.